Андрей, а вот эти последние пять дней, о которых вы говорили, аэропорт, последние пять дней, расскажите немножко. Меня уже спрашивали, вы считаете это поражение или нет? Не считаю это поражением. Да, мы оставили аэропорт. Ну, когда держаться уже не за что, в прямом смысле слова, когда нет пола, нет за что спрятаться, нет боеприпасов, нет связи, нет воды. Ну, точнее, вода есть только в виде льда, в твердом состоянии. Нет связи. Помощь уже, ротации уже просто не намечались. То есть, единственное, 17-18, когда шли на прорыв, чтобы деблокировать, вот это была попытка хорошая, была отличная просто артподготовка. Такое, смотрим, знаю, как в фильмах о войне просто. Очень плотно было. Почему не получилось, я не знаю, я там не участвовал. Ну, не могу я сказать. Что не видел, что не слышал, где не участвовал, сказать ничего не могу. Ну, не получилось. Ну, в общем, разовор не о том, что получилось или не получилось. Разовор о том, что, ну, мы остались уже, скажем, без боеприпасов. И даже уже тогда, когда оружие завалило, после второго подрыва, там даже оружия уже не хватало. Автоматом на двоих был практически. Ну, надо было что-то предпринимать. Я вот тогда с Зиновием, с Зенеками ушел тогда к своим. Прошли через блокаду, вышли из окружения, зашли к своим, взяли машины и уже вернулись тогда. Была тогда попытка тремя машинами зайти. Не получилось, сожгли. Я не знаю, что случилось со второй и третьей машиной. Третья, возможно, куда-то ушла. Да. Экипаж остался жив. Что со второй машиной, до сих пор не знаю. Ну, нашу первую сожгли. И под обстрел попали. В общем, двоих тогда пацанов, двое пацанов остались в машине. Но вы же возвращались, наверное, для того, чтобы забрать людей, да? Да, мы... Ну, попытка и была забрать раненых. Я еще... Я сам лично даже оружия не брал. Вообще, даже ни пистолета, ни автомата взял. Машина. На машину из расчета, на каждую машину пять человек в десанте. Водитель, запасной водитель. Если что-то с водителем случается, ранен, убит. Второй сразу за рычаги. Пять человек на каждую машину. Я даже проинструктировал. Я не знал даже, откуда те машины. Я уже потом узнал, это, кажется, щегуйская бригада. Они как бы рядом были, свежие машины заправленные. Они ушли тогда. Ну, помогли нам. Я людей проинструктив говорю, будут кричать, говорю, материться там. Не обращая внимания. Просто, говорю, скидывайте их, в десант закидывайте. Потому что тот без руки, тот без ноги, тот раненый, тот контуженный. Просто, говорю, кидайте в машину. Нет, на броню закидывайте. Я вот именно говорю, не слушайте, что они там кричат, вопят. Просто надо их оттуда забрать, хоть в каком-то виде. Просто забрать, закидать и вывезти оттуда. Там как бы, ну, не до сочувствия даже, по правде сказать. Как он там не звучит, конечно, жестко. Ну, хотя бы как-нибудь. Ну, даже у нас даже это не получилось. Продолжение следует.